Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы с вами внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцы. И не только тут, но и далеко за пределами городского округа. Нам интересно все, тем более, что много программ, которые работают, в том числе и в Подмосковье, и в Московской области, и в городском округе Люберцы. Одна из таких программ, которая называется «Активное долголетие». И вот сегодня на эту тему мы говорим с Ириной Арсентьевой, тренером по скандинавской ходьбе, которая работает на стадионе «Торпеда» городского округа Люберцы. Она член федерации скандинавской ходьбы Москвы, судья по скандинавской ходьбе. В общем, человек, который очень четко попадает в нашу сегодняшнюю тему. Во-первых, Ирина, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь вообще к теме активного долголетия? К активному долголетию я отношусь очень положительно, потому что я считаю, что люди возраста 60+, они должны не доживать, они должны активно жить. Жить? Да. Тем более, что, насколько мы понимаем, и в государстве, и во всем мире, несмотря на всякие коронавирусы, которые нас иногда приходят, мучают, все-таки продолжительность жизни увеличивается. И по мнению экспертов и ученых, есть такое понятие, что человечество в какой-то степени стареет. То есть имеется в виду, что если раньше, например, во времена императоров, даже Пушкина, 40 лет, а 50 лет – это вообще уже старик, если почитать, то можно много чего там увидеть в произведениях, то сейчас 50 лет люди только начинают работать, переходить на новую профессию, меняют свою жизнь, женятся. А уж что говорить о людях, которые достигают 60-летнего возраста, понятно, что у них должна появиться возможность прожить последующие 20, а лучше 30, а еще лучше 40 лет нормальным человеком, ходящим, рассуждающим, следящим за событием, активным. Вот я так понимаю, что вы тоже вступили в этот коллектив людей, которые помогают другим это осознать. Расскажите немножко о себе, вот как вообще можно стать тренером по скандинавской ходьбе? Когда все начиналось? С чего все начиналось? С чего все начиналось? Я 6 лет занималась фитнесом, и у меня случилась спортивная травма. Поскольку я человек активный, я искала средства, где я могла бы в дальнейшем себя реализовывать. И я увидела скандинавскую ходьбу как наиболее доступный способ, средство, как бы реализовать себя в спорт. Или вы в интернете нашли, или по телевидению, как кто-то вас за руку привел. Вы знаете, достаточно много информации о скандинавской ходьбе, и как-то это пришло само собой, как-то естественно. Я попробовала, для меня это оказалось несложно. В юности я занималась легкой атлетикой, тема, в общем-то, достаточно близкая для меня. А каким видом легкой атлетики занимались? Бег на 100 метров. Бег на 100 метров. Ну, то есть человек спортивный. Ну, да, я человек спортивный. Нам, людям, которые я не люблю бегать, никогда не любил, потому что тело всегда было больше, чем желание, больше, вернее, чем возможности. Но, тем не менее, ходить люблю, очень люблю ходить. И вот тут мы с вами должны найти понимание. Я имею в виду просто ходить. Ну, замечательно. Значит, вам скандинавскую ходьбу. Значит, рано или поздно скандинавская ходьба мне будет прописана. Но прежде, чем мы поговорим конкретно о скандинавской ходьбе, давайте мы сразу успокоим некоторых наших телезрителей, которые, вот, получив какие-то травмы в жизни, да, они бывают в разном возрасте, и иногда человек вдруг ставит на себе крест. Вот по вашему опыту, что вам пришлось переломить внутри себя, чтобы не поставить на себе крест, а идти дальше? Если говорить обо мне, я таких пораженческих мыслей не было никогда. Ну, я, может быть, из породы борцов? Оптимин? Борцов? Нет, я не могу сдаться. Поэтому я себя не ломала, я искала средства, где я могу дальше, то есть, где моя физическая форма позволит мне продолжить заниматься спортом. Что касается людей, которые ломаются, ну да, им, наверное, надо к психологу, но это, на самом деле, серьезная тема. Кроме психолога, мне кажется, есть еще очень простая вещь, есть примеры, да, когда человек на примере чего. Ведь почему существует программа активное долголетие, да, в разных городах, по-разному называются подобные проекты, ну, по стране сейчас у нас идут разные программы, это попытка людям объяснить, что жизнь на любом этапе, она продолжается, что бы с тобой ни происходило. Может быть, она не всегда прекрасна, но она продолжается, то есть, ее нужно делать прекрасно, для этого нужно быть в силах это сделать. Вот вы сумели стать тренером по скандинавской ходьбе, то есть, вы сначала пошли сами, правильно я говорю, пошли? Да, я занималась сама. Так, и как вы пришли к тому, что вы стали, ну, вести с собой людей? Как я стала тренером? Вы знаете, я по жизни врач, больше, то есть, моя профессиональная деятельность связана с фармбизнесом, вот, и в какой-то момент времени мне надоело быть директором. Это директор аптеки? Нет, это коммерческий директор фармацевтического завода. О-о-о! Мне, я устала, я нашла место, я нашла для себя работу, от которой я получаю удовольствие. Вот, жизнь так коротка, и надо получать удовольствие от всего, что мы делаем, от работы, от людей, от еды, ну, то есть, от всего. От правильной еды. Ну, да, когда перестаёшь получать удовольствие от работы, как бы она ни была высокооплачиваемая, престижная, но ты не получаешь удовольствие, вот, я считаю, что нужно уходить. Ну, собственно, я нашла в себе смелость и ушла. Так. Вот, сейчас я просто тренер. Хорошо, вы тренер, но... Я счастлива. Ведь надо, знаете, там тренер, бывает, опять же, фитнес-тренер. Ну, да, как я к этому... Да, там, легкоатлетический тренер, тяжёлая атлетика тренера. А как вы стали тренером именно по скандинавской ходьбе? Это, может, надо было обучаться, пройти все, как говорится, круги ада, понять, что правильно, что неправильно? Ну, ада нет. Есть, на самом деле, когда занимаешься любимым делом, это не ад, а это рай. Вот, вы знаете, вот в какой-то определённый момент, когда ты чего-то понимаешь, да, какой-то навык, опыт приобретаешь, возникает желание поделиться. Ну, так у меня было в фармбизнесе, я преподавала студентам, сейчас ситуация повторилась. Мне захотелось как бы обучать людей. То есть наставничество такое. Да, да, мне захотелось поделиться с людьми своим опытом. Ну, вот, собственно, вот таким был путь мой в тренеры. Вот, сейчас я учусь в Московской академии физической культуры и спорта. То есть я получаю третье высшее образование спортивное. Вот, ну... Трижды образованный был человек. Ну, хорошо, давайте спереди. Ну, так я стала тренером. Это здорово, хотя, не каждый, наверное, человек... Вообще-то, очень правильно. Когда занимаешься нелюбимым делом, это очень тяжело. Вот, тут, я с вами согласен, деньги не играют главную роль. Лучше уйти и поискать... И получать от жизни удовольствие. Да, кстати, если это сделать правильно, то рано или поздно все, как-то, что называется, отобьется. Все будет сведено. Дебет с кредитом сойдутся. Ну, хорошо, возвращаемся теперь к самому главному вопросу. Скандинавская ходьба. Вот, во-первых, почему она скандинавская? Кто придумал? Потому что я слышал, что есть еще какая-то северная. А есть ли русская или европейская? Рассказывайте. Рассказывай. В 30-х годах прошлого века лыжники искали себе занятия в летний период. То есть снега нет, да. Каким образом? Таким образом, как говорят историки, возникла северная ходьба. Скандинавская ходьба, извините. К нам она пришла в Россию в 2000-х годах, когда Международная федерация скандинавской ходьбы пришла в Россию и стала развивать коммерческие проекты. То есть изначально она пришла к нам в Россию как фитнес для пожилых. То есть ее позиционирование именно в фитнес для пожилых, поскольку не требует специальной подготовки, специальное оборудование, доступно, ну и масса разных причин. Ну и, наверное, еще как, извините, палочки, они все-таки ассоциируются тоже с палочкой, которая помогает пожилому человеку ходить. Ну, мне кажется, это тоже имело место быть. Сейчас мы это развенчаем. Не знаю, когда идешь со скоростью, допустим, 8,5 км в час. Но это уже потом. Да, да, потом. Это совсем не палочки для инвалида. Это инструмент, который позволяет тебе ускориться. Пришла, значит, скандинавская ходьба в 2000-х годах. И, в общем-то, достаточно долго она имела коммерческую составляющую и позиционировалась именно как фитнес для пожилых. И вот только в 2019-м, в прошлом году, усилиями Федерации Северной Ходьбы России, она была официально признана видом спорта, внесена в реестр видов спорта. То есть, с прошлого года, в нашей стране, в России, скандинавская ходьба является официальным видом спорта. То есть, это спорт. То есть, этой скандинавской ходьбой может заниматься любой человек. Может заниматься в любом возрасте. Для здоровительных и для спортивных. Вы спросили, чем отличается Северная от Скандинавской? По сути, ничем. Только названием. Для того, чтобы спортивное направление дистанцировать от занятий общездоровительных, она названа Северной Ходьбой. Суть та же самая. То есть, Северная Ходьба – это спортивное? Спортивное направление. А скандинавская, в общепринятой терминологии, – это физическая культура. То есть, это спорт личных достижений. Ну, я так понимаю, что вы, как тренер, и, насколько я знаю, как судья по скандинавской ходьбе, вы немножко и там присутствуете? Я и там, и там присутствую. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, все-таки я помню, когда это начиналось, мне даже почему-то казалось, что, может быть, это еще в 90-х как-то пыталось проникнуть, сюда, но тем более 20 лет, с 2000 года это прошло, время-то летит. Вот как вы привлекали людей к себе? Вот вы тренер по скандинавской ходьбе. Как вот люди к вам шли? Чего они от вас хотели? Как вам удалось их привлечь на свою сторону? Ну, для начала, я так понимаю, не спортивную, а именно фитнес для пожилых, как вы говорите. Вы знаете, в этом плане я была счастливчиком, поскольку я не была первопроходцем. К тому моменту, когда я пришла работать на стадион Торпедо, скандинавская ходьба, она уже была в тренде. То есть масса людей ходила и ходят в данный момент, увлекаются скандинавской ходьбой, занимаются, ходят с палками. И, собственно, на социальный запрос был ответ, то есть штатная единица на стадионе Торпедо. То есть, чтобы люди, грубо говоря, не просто так ходили, а что есть специалист, который знает, как... Да, специалист, да, который может организовать группу, команду. Ну и, собственно, команда начиналась с девяти человек. Это были люди из клуба «Надежда» Люберецкого. Они первыми перешли в команду. Дальше сработало сарафанное радио. То есть на каждую тренировку приходили и приходят от одного до пяти человек. То есть это работает сарафанное радио. Ну, плюс, в общем-то, в Люберцах очень активно работает программа «Активное долголетие». Люди видят публикации в Инстаграме, в СМИ, да. И они имеют возможность ознакомиться, получить информацию и прийти на тренировку. Ну, вот таким вот образом росла наша команда. Всё началось. Ну, а о том, что такое скандинавская ходьба с точки зрения уже профессионального подхода, какие нужны палки, как правильно ходить, как себя вести, сколько раз этим заниматься, что можно, что нельзя, противопоказания. Всё это во второй части нашей программы, которая называется «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Арсентьева, тренер по скандинавской ходьбе. Напоминаю, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы продолжаем говорить об активном долголетии, о программе, которая продолжается не только в городском округе Люберцы, но и идёт по всей Московской области. Сегодня у нас в гостях Ирина Арсентьева, тренер по скандинавской ходьбе, работает на стадионе «Торпедо» городского округа Люберцы, член Федерации скандинавской ходьбы Москвы, судья по скандинавской ходьбе. И как я и обещал, давайте мы сейчас поговорим, собственно говоря, о самой скандинавской ходьбе. Во-первых, кто может заниматься скандинавской ходьбой? Вот мы как-то сказали об этом, но тем не менее, есть какие-то противопоказания или, наоборот, показания? Скандинавской ходьбой могут заниматься люди в любом возрасте. Это её главное достоинство, это её преимущество. Возрастных ограничений нет. Что касается здоровья. Вы знаете, есть перечень противопоказаний, но, мне кажется, озвучивать их некорректно. Дело в том, что сейчас стандарты медицинского лечения предполагают не только прописывание определённого набора фармакологических препаратов, они включают в том себя физическую активность. Поэтому правильнее, чтобы каждый человек, который желает заниматься скандинавской ходьбой и имеет какие-то проблемы или ограничения, или какие-то болезни, пошёл к своему доктору в поликлинику. Доктор, согласно стандартов, определил, может ли человек заниматься этим видом спорта. И, соответственно, после визита к доктору, человек приходит на тренировку по скандинавской ходьбе. Я принимаю в команду людей, которые приносят справку о допуске. Настоящую. Настоящую справку, да. А вот рекомендовать те или иные заболевания, при которых можно, это не моя компетенция, не компетенция спортсмена, это компетенция доктора. Врача, да. Но там ведь тоже есть подразделение такое, как лечебная физкультура, где могут, например, кому-то наоборот сказать, что не надо меньше ходить, а кому-то больше. Это понятно. Не лечебный, это терапевт, согласно стандартам. Да, но тем не менее, он же всё равно куда-то направляет и собирает все анализы. Короче говоря, нужно сделать справку. Справку. В бассейн вы приходите, вы тоже делаете справку, правильно, чтобы у вас не было никаких заболеваний. Хорошо. Предположим, условный наш персонаж, он прошёл, пришёл справка, всё хорошо. Вот он попадает в ваши руки добрые. Что вы с ним делаете? Что я с ним делаю? Да, ну вот первое занятие. Я его ввожу в команду. Так. Сколько занятий происходит? Раз в неделю, два раза в неделю? Или по-разному, в зависимости от желания? Нет, мы тренируемся, команда торпеда «Северная ходьба» тренируется два раза в неделю. Понедельник-пятница с 10 до 11.30. В течение часа мы занимаемся скандинавской ходьбой плюс функциональный тренинг и 30 минут мы занимаемся растяжкой, стретчингом. На стадионе, да, у нас есть тёплая раздевалка, у нас есть стадион. Дирекция стадиона предоставила нам такую возможность, и мы в тёплом зале занимаемся стретчингом. Этап тренировки называется заминка или растяжка. Это очень важная такая история для мышц, для всего, для организма. Хорошо, но вы-ка понимаете, что у нас лежат палки на столе, они не просто так, мы их сейчас даже можем, собственно говоря, не трогать, но тем не менее. Я помню прекрасно, что по молодости были всякие восхождения в горы и так далее, и там без этого дела хотя бы какую-то ветку нужно не срубить. Ледоруб. Это уж для самых таких альпинистов. Нет, просто вот какой-то небольшой там вулкан, и вот какой-то берёшь несрубленную, а упавшую, ну, чтобы опираться. Всегда удобнее, да, то есть начнём просто с этого. Потом ты понимаешь, что вот надо было палочку такую взять, у которой должно быть такое основание, за что взяться и так далее. Вот насколько серьёзную роль играют палки в скандинавской ходьбе? Любую ли можно брать? Что обязательно они должны быть и где их найти? Вы что-то советуете у себя своим питомцам, да? Или человек может прийти уже со своими? Вы знаете, палки для скандинавской ходьбы, они имеют свою определённую специфику. Вот, отличие палок для скандинавской ходьбы от трекинговых палок, оно есть, и оно выражается в чём? Вот если мы возьмём палки, посмотрим, да? Давайте отсоединим. Специфическая ручка. А давайте, да, давайте я покажу. Темляк. Вот эта часть. Вот эта специфическая ручка. Это ручка и темляк. А что в ней такого специфического? Давайте мы обсудим. Ну, в отличие от палок для трекинга, там сверху круглый шарик для удобства передвижения. В скандинавской ходьбе ручка плоская и обязательно темляк. А давайте я сейчас буду делать, а вы скажете, правильно я делаю? Да, он надевается как перчатка, это полуперчатка. Ага, это полуперчатка, да? Полуперчатка, да, для правой большой палец в петлю. Ага, вот, смотрите, вот как интересно. Ох, интересно. Большой палец в петлю, ремешок, как в часы. Так, вы правильно надели, да. Для правой, для левой руки. Да, да, это вот, значит, особенность такой конструкции темляка. Темляки бывают в виде петель, и на мой взгляд, для оздоровительных занятий темляк в виде петли удобнее. Чисто практически, поскольку вот пока расчехлишься, да, уже как бы проходит время. Когда мы занимаемся, ну, бывает часто, что кому-то из спортсменов звонят, да, и пока ты расчехлишься, достанешь телефон, ну, определенные неудобства. А вы скажете, чтобы не звонили? Ну, это только на спортивных тренировках, а на оздоровительных тренировках, в общем-то, я не могу так жестко. Вот второй момент. Да, а вот я прошу прощения, вот сама ручка, я вижу, что здесь она выполнена из такого материала, то есть не совсем пластмасса, да, а тут, например, что-то типа... Это пробка. Пробки, да. Пробка. Это какую-то роль играет, потому что если будет простая ручка, наверное, уставать будет, да? Нет, ручки могут быть выполнены из пластмассы, из пробки, но пробковая, она более удобна, более комфортна для руки. Но просто это приводит к удорожанию самой палки. Ага, понятно, то есть материал просто, да. Но это не критично для тренировки, это не имеет критичного. То есть главное понимать, что вот нету такой разницы между, ну, скажем так, недорогой палкой и супер-пупер дорогой. Зависит просто от материала, но, в принципе... От комфорта, от материала, да. Можно же и золотую палку сделать, правильно? Можно, да, да. Но палка сама не ходит, ходит человек. Давайте вот об этом поговорим. Мне кажется, это тоже такая важная история. Расскажите вот эту ножку. Да, это важная история. Ножка, да, или как она называется? Это называется наконечник. Наконечник, да. Отличие палок для скандинавской ходьбы от других видов палок заключается в том, что для палки предусмотрен наконечник. Он нужен для движения по твёрдой поверхности, асфальт, плитка, допустим, летом плотная сухая земля, наконечник резиновый, он имеет скошенную поверхность и позволяет жёстче удерживать, ну, то есть более жёсткое сцепление с поверхностью. Ну, сейчас попробуем, получается так вот. Да, толчок, обеспечивает толчок, да. Ну, толчок вот так получает, вот так. Нет, 45 градусов, да. Да, 45? Да, да, да. А, то есть я иду и 45, да? Да. 45, то есть я должен, если бы так, так неправильно, то есть так, как будто стою на, как нога на пальчиках стоит. Да, у вас нет, да, здесь более, площадь опоры больше. Так, хорошо. Это позволяет продвигать тело более активно вперёд. Дальше под ним, нет, ещё под ним, под ним есть... Стержень. Стержень, да, металлический стержень, который используется при движении по песку, по снегу, по гололёду. По пересечённой местности, как говорили в советское время, по труднодоступным участкам, да? Мы сейчас говорим о поверхности, по которой мы двигаемся. Она может быть рыхлая, она может быть рыхлая. Ну, я уже говорю, да. В зависимости от того, по какой поверхности мы двигаемся, мы используем либо острый наконечник, либо вот резиновую насадку. Так, хорошо. Теперь о длине давайте поговорим, потому что я так понимаю, что, ну, логика подсказывает, от роста зависит, какая должна быть длина палки, чтобы правильно выбрать рост. Есть какая-то таблица этих? Да, вы знаете, есть три методики определения, каким образом правильно подобрать палки. Если вы придёте в магазин, наверняка у них найдётся таблица соответствия между длиной палки и ростом спортсмена. Прямо как размер одежды. Да, это первый способ. Второй способ, ну, он эмпирический и самый простой, самый доступный. Когда мы берём палку в руку и упираемся ею в землю, то угол между плечом и предплечем тоже составляет 90 градусов. То есть, если смотрим 90 градусов, палка подобрана правильно. У спортсменов палки длиннее, то есть у них угол более острый. Чтобы они больше загребали. Да, это позволяет двигаться быстрее. Но для любительского спорта, я сказала, 90 градусов. Хорошо. Вот ещё у вас какие-то есть инструментарии, вот расскажите об этом, а потом поговорим о том, что даёт сама ходьба. Интересно, какие результаты. Ну, в своих тренировках я сочетаю скандинавскую ходьбу и функциональный тренинг. Это позволяет тренировать силовые характеристики спортсменов. Это очень важно. Сильные ноги, сильные руки. Вот поэтому у меня сочетанная тренировка с функциональным тренингом. Я использую резиновые амортизаторы. Знаем. Да, знаете, да, они различных. Бывают модификации, вполне доступны по цене. Вот такие, такие. В принципе, вот амортизаторы... Есть более эластичные, менее эластичные, жёсткие. Амортизатор в кармане и две палки в руке. Это тренажёрный зал, который всегда с тобой. Это вполне достаточно, чтобы провести... А утяжелители вы какие-то употребляете? На ноги, на руки? Да. Утяжелители, это тоже очень интересная тема. Это разновидность тренировки скандинавской ходьбой. Они могут использоваться как для рук, так и для ног. Но в своей работе с командой торпедо-северная ходьба, где возраст спортсменов 58+, я сейчас, в данный момент, эту технологию не использую. Понятно. У меня теперь такой вопрос. Вот хорошо, вы рассказали, что даёт скандинавская ходьба с точки зрения здоровья. Какие-то были, может быть, кем-то проведены... Потому что, знаете, как что-то новое появляется, все увлекаются, а потом какие результаты? Я даже на таблеточку выпил, сразу температура упала. Надо же посмотреть, что это даёт людям. Вы знаете, всё то, что пишут в интернете о скандинавской ходьбе, это истинная правда. Я могу перечислить все положительные результаты, но мне бы хотелось на примерах, на том, что я вижу в своей команде. За два месяца, в течение которых я тренирую команду, я считаю, что у многих людей произошли существенные изменения. Например, одна из спортсменок, женщина 62-х лет, в течение шести лет имела ограниченный объём движений в плечом суставе. То есть, проще говоря, у неё рука не поднималась вверх. Занимавшись два месяца, она подходит ко мне и говорит, а знаете, у меня объём движения в плечом суставе вернулся в полном объёме. Понимаете, это высшая похвала моим усилиям. Две другие спортсменки буквально в один день подошли ко мне и сказали, а вы знаете, у меня спина распрямилась. То есть, они освоили технику скандинавской ходьбы, которая вынуждает корпус держать вертикально. В результате того, что они освоили технику, у них распрямилась спина. Это говорит о том, что у спортсменов улучшилась осанка. Ещё одна спортсменка буквально на последней тренировке подошла ко мне и говорит, а вы знаете, у меня упал холестерин. Я очень сильно удивилась, я знала, что все кардионагрузки, ходьба, бег действуют на холестерин. На самом деле, это большая, серьёзная проблема. Но я никак не ожидала, что среди тех людей, вот той небольшой группы людей, с которыми я общаюсь, найдётся такой человек, который подтвердит статистику. У неё был высокий холестерин 6,8, а сейчас у неё 5,7. Понятно. То есть, такие результаты достигаются. Мало того, последнее, что нам нужно обсудить, времени, к сожалению, мало. Есть же какие-то и спортивные достижения, есть соревнования, как вы сказали, а есть ещё участие в каких-то акциях. То есть, это не просто вы только тренируетесь, вы ещё выходите в люди. Да. Что проходило, в чём участвовали? Вы знаете, мы стараемся проявлять внешнюю активность, то есть, не замыкаться в себе, в команде и на стадионе. Ну, из последних интересных событий, это участие нашей команды во втором Пискарёвском марафоне, который был посвящён снятию блокады Ленинграда. Мы участвовали в формате онлайн, прошли от Вечного огня в Люберцах 5 километров. Старт давал мэр города Люберцы Ружицкий Владимир Петрович. И, в общем-то, свой старт... Дошли все? Все дошли. Дошли все. Возраст участников был 58,83, мы прошли 5 километров, и, я считаю, проверили гражданскую позицию. И не только гражданская позиция, это всё, знаете, одно время, всё хорошее совпадает в одном месте. И активное долголетие, и гражданская позиция, здоровье, а самое главное – подъём духа. Да. За что вам огромное спасибо. Напомню, что у нас в гостях была Ирина Арсентьева, тренер по скандинавской ходьбе, которая работает на стадионе «Торпеда» в городском округе Люберцы, также является членом Федерации скандинавской ходьбы Москвы и является ещё работой этой судьёй по скандинавской ходьбе. Большое вам спасибо. Так что задумайтесь, может быть, вам прийти на стадион «Торпеда» к Ирине Арсентьевой. С вами Николай Кивненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова